В Омском областном суде продолжается прецедентный процесс, который в будущем может повлиять на расчет заработных плат муниципальных служащих. Там рассматривается иск главы Дружинского сельского поселения к местному совету депутатов. По мнению Сергея Бабинцева, народные избранники незаконно понизили ему заработную плату. Сегодня на процесс в качестве свидетелей были вызваны сотрудники администрации Омского района, которые пояснили, каким образом считается вознаграждение муниципальным служащим. На прошлом заседании представитель Совета депутатов заявил, что глава Дружинского поселения Сергей Бабинцев получал надбавки за ученую степень и статус почетного гражданина России, которых у него нет, а также максимальный процент за выслугу лет, которая не соответствовала его стажу. Представители администрации Омского района заявили, что такая практика повсеместна, так как все максимальные надбавки заложены в основе зарплат чиновников изначально. Если считать по младшей муниципальной должности, сегодня ее может занимать один человек, который не имеет ничего, завтра ее может занимать другой человек, который имеет все, так скажем, и выслугу, и заслуженные звания, и прочее, прочее. Нельзя каждый день пересчитывать заработную плату. Это первое. Второе. Нельзя привязывать к конкретному человеку, иначе у нас получится чехарда. Мы вообще не сможем планировать финансовые расходы на год, на какой-то текущий период или на будущее. Это невозможно. Поэтому взяты такие нормы. Выяснилось, что для всех глав, в том числе мэра города и других глав районов муниципальных, им всем платят к вознаграждению, устанавливают надбавки, используют надбавки, причем максимальные, которые у человека могут быть или не быть. Фактически эти надбавки дают треть, ну, составляют треть от их вознаграждения. Получается, что есть чиновники, которые получают денежные надбавки за то, чего у них нет. За судебным процессом пристально наблюдают депутаты других сельских поселений. Они также в скором времени намерены воспользоваться правом понизить заработную плату своим главам, поскольку это даст возможность экономить бюджеты поселений. Тем временем депутаты Дружинского сельского поселения пошли еще дальше. Накануне на заседании Совета они рассмотрели вопрос о снятии из должности главы Сергея Бабинцева. Основанием послужило то, что Сергей Бабинцев, являясь в том числе председателем Совета депутатов, отклонял решения народных избранников. В частности, о снижении собственной заработной платы и о выборе представителя-ответчика в суде. Эти доводы были озвучены на заседании Совета, и у депутатов не возникло сомнений, что глава нарушал закон. Данный вопрос рассмотрели, оставание установили, за это проголосовало 7 депутатов. И на следующий четверг, 24 числа в 11.00, назначено заседание, на котором будет решаться вопрос об удалении главы с должности и прекращении его полномочий.